Вы теперь умеете вычислять площадь плоских фигур, заданных в декартовых координатах. Но иногда возникает потребность вычислить площадь фигуры, заданной в полярных координатах. И вот сейчас мы с вами и рассмотрим этот вопрос и приведем формулу для вычисления площади плоских фигур, заданных в полярных координатах. Значит, вычисление площади плоской фигуры в полярных координатах. Задача ставится следующим образом. Вот на плоскости задана полярная ось, начало полюс, О, и вот такая фигура. Причем, значит, здесь имеется один проведен, одна прямая под углом φ равная α, а другая, другая прямая φ равная β. И эти лучи, соответственно, они сходят из точки О. И кроме того, имеется функция ρ равная f от φ. Она ограничивает вот этот угол, вот ее уравнение. Требуется определить площадь вот заштрихованной фигуры. Значит, еще раз, фигура ограничена двумя лучами и кривой, заданной в полярных координатах. Функция ρ равная f от φ предполагается непрерывной. Ну и φ меняется от α до β. Вот такая фигура называется криволинейным сектором. И можно показать, что площадь тогда ее равняется 1, 2, определенный интеграл от α до β, а под интегральная функция это f в квадрате φ δ φ. Причем подчеркиваю здесь α. Это вот этот угол, не меньший, а β – это угол верхнего луча, а это угол нижнего луча. Ну вот пример сейчас рассмотрим, который иллюстрирует применение приведенной формулы. вычислить площадь круга радиуса r с центром в полюсе o. Ну, надо сказать, что в школе-то вы знаете, чему равна площадь круга, если радиус равен r. Но там вывод был довольно хлопотливый. А здесь, как вы вот увидите, мы сделаем это в течение трех строчек. Значит, в полярной системе координат уравнение окружности с центром в полюсе имеет вид ρ равняется r большое. А тогда, в согласии с формулой 23, площадь, ограниченная этой окружностью, то есть площадь круга, равняется 1, 2, вот эта самая 1, 2, вместо f2 от φ мы пишем r квадрат, потому что она постоянная от нуля, r квадрат. А угол меняется от нуля до 2π. Ну и dφ. Ну, а так как подинтегральная функция постоянная, то можно ее вынести за знак интеграла. Получается r квадрат, деленное на 2. А тогда интеграл от нуля до 2π от единицы, которая остается здесь, хоть и не написано dφ, равняется просто φ в пределах от нуля до 2π. Ну, в согласии с формулой Ньютона-Лебница, мы, значит, здесь подставляем верхний предел, будет φ равное 2π минус 0. Значит, нужно r квадрат умножить на 2π. Двойки сокращаются, получается хорошо известная вам формула πr квадрат. И, как вы видите, с помощью этой формулы мы получили площадь круга, ну, в одну строчку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok